20 октября 1967 года, Северная Калифорния. Вдоль русла реки Блавкриг по горной тропе двигались на лошадях два молодых человека – Роджер Паттерсон и Боб Гимлин. Через несколько недель, благодаря кинокамере Паттерсона, о них узнает весь мир. Ему удалось сфотографировать, снять на кинопленку такое двуногое волосатое существо, причем женского пола. Как показало время, эта пленка стала одной из самых больших загадок столетия. В поисках дикого человека экспедиция Олега Алиева продолжала свое путешествие по Суматре. Центральные районы острова малодоступны. Слоны с трудом преодолевали такой путь, увязая в болоте. Времени для отдыха не было ни у кого. Предстояло как можно быстрее выйти к брошенной стоянке туземцев Кубу. Туда экспедиция Олега Алиева направилась не случайно. По словам охотников Кубу, поблизости часто встречаются существа, напоминающие крупных обезьян. И год назад они убили одну из особей. Здесь их называют Оранг Пендек, маленький человек. Произошло это случайно, во время охоты. Туземцы преследовали животное. Наконец, одно копье достигло цели. Но подойдя ближе, охотники бросились прочь. Тело странного существа никто не решился отнести на стоянку. По словам старейшин племени Кубу, охотники убили духа леса, за что впоследствии он погубит их всех. Чтобы спастись от гнева богов, Кубу перенесли стоянку в другое место, подальше от места убийства животного. По словам мужчин племени Кубу, странное существо напоминало человека. Но все было покрыто шерстью. По просьбе Олега, один из охотников показал место на реке, куда выбросили тело убитого Оранг Пендека. Путешественники начали поиски останков. Надежды почти не было. Ил и грязь мешали работе. Но на второй день поисков на поверхность подняли череп. Ну, очень нелестно засасывает. То есть руку можно где-то по локоть засунуть. Напихал так, просто прощупывал. Так что может быть, что реально кости находятся здесь, но под огромное количество мыла. Ну вот, я нашел что-то, да. Еще нужно будет сейчас посмотреть, очистить немножко. Возможно, это кости. А так вообще странно, очень реально странно. Но радость быстро сменилась разочарованием. Череп оказался обычным, человеческим. В 1967 году на поиски похожего существа и отправились американские исследователи Роджер Паттерсон и Роберт Гимлин. Им не раз приходилось слышать о таинственных диких людях, которых встречают в лесах, и от которых в страхе бегут прочь очевидцы. Там, в Америке, этих существ называют бигфутами или сосквачами. Сосквач – это канадское название по имени, которое дали этим существам индейцы. Там даже есть провинция Соскачеван в Канаде. Снарядив экспедицию, Паттерсон и Гимлин отправились на поиски в ущелье Блавтрик. Здесь, по словам местных жителей, в районе заброшенной объездной дороги часто появлялись существа, отдаленно напоминающие людей, огромного роста и покрытые шерстью. И Паттерсон, и Гимлин были готовы к любым неожиданностям, но не предполагали, что встретят их совсем скоро. Они заметили неизвестное существо, которое плескалось в реке. Увидев людей, существо пошло быстрым шагом в сторону леса. Паттерсон выхватил из сумки кинокамеру и бросился вдогонку. Паттерсон с камерой в руках старался не отставать. Но шаги огромного существа были несоизмеримо больше. Догнать его оказалось невозможно. Длина шага была примерно метр-метр два сантиметра. И длина следа, ступни, 38 сантиметров. Это соответствует нашему 57-му размеру. А в этот момент Гимлин, он оставался на лошади, он держал это существо под прицелом своего ружья. Но он не стрелял. Когда ему позже задали вопрос, почему он не стрелял? Потому что я видел перед собой человека. Я не мог стрелять в это существо, потому что это был человек. В этом были уверены оба исследователя. Засняв на видео странное существо, они решили во что бы то ни стало отстоять свою правоту. Паттерсон стал звонить друзьям, чтобы найти единомышленников среди ученых. Очень скоро уникальное видео заинтересовало нужных людей. Чтобы доказать его подлинность, пленка была отправлена в Голливуд. Северная Америка не единственное место, где рассказы о диком человеке можно услышать довольно часто. Например, район Гималаев путешественники открыто называют страной снежного человека. В Непале на полках исторических библиотек сохранились старинные книги, на страницах которых помещены подробные изображения и описания уникального существа. Если верить древним манускриптам, дикий человек уже несколько веков обитает среди гор и скал. Гималайи – это европейское название гор. Местное население называет их Махалангур-Гимал, что обозначает «горы большой обезьяны». В этих местах легенда о снежном человеке известна сотни лет. Экспедиция Олега Алиева направилась сюда в поисках доказательств его существования. В поисках ответов на свои вопросы они приблизились к самой высокой вершине планеты Эвересту и посетили монастырь Панкбоча, расположенный высоко в горах. В нем хранится священная реликвия. Местные монахи утверждают, что это настоящий скальп дикого человека. Сегодня он хранится в шкафу, ключ от которого находится у настоятеля. Скальп лежит в специальном ящичке из стекла. Такие предосторожности не лишние. Монахи говорят, что раньше здесь было три скальпа, но два исчезли. О диком или снежном человеке монахи знают не понаслышке. Когда я был маленький, мне удалось увидеть его. Знаю, вы, белые, смеетесь и считаете, что это миф, но он существует. Он из мяса и костей. Искать его бесполезно. С ним можно встретиться случайно. В сороковых годах это было. Тогда я жил в Тибете. Охотник убил детеныша Йети и спустился с ним в селение. Он не знал, кого убил. И люди посоветовали ему спрятать труп. Если ты убил человека, то тебя будут судить. А если обезьяну, то не будет нам покоя. Придут белые и будут просить тебя, чтобы ты принес им еще. И он закопал труп в горах. Мы тогда не знали, что это редкое существо. Мы думали, его все знают, как медведя или яка. Увы, настоятель сказал, что видел дикого человека не в Гималаях, а в Тибете. Эта фраза не укрылась от внимания исследователей. В поисках загадочного обитателя нашей планеты экспедиция во главе с известным путешественником Олегом Алиевым отправляется в Тибет. Загадочный Тибет путешественники называют крышей мира. Путешествовать по горным перевалам и узким тропинкам можно только пешком. Ощущение, что попал на 500 лет назад. Кочевые тибетцы ходят в национальной одежде. Электричество здесь неизвестно. Мне довелось увидеть Тибет таким, каким он был, можно сказать, еще во времена Марка Пола. То есть это была страна, где существовал феодально-теократический строй, раннее средневековье. Это было очень экзотично, очень интересно, но в то же время это было очень жестоко. И когда в толпе в Лхасе я начал видеть людей с отрубленной кистью руки, с отрезанными ушами, с выколотыми глазами, это все наказание для крепостных рабов, за какие-то провинности. Едва узнав о цели экспедиции Олега Алиева, проводник, который сопровождал исследователей, начал рассказывать истории о диком человеке, который слышал от местных жителей. Это существо они называют мигё. Проводник сообщил, что в одном из домов здесь хранится кисть руки какого-то человекоподобного существа. Но застать владельцев реликвии не удалось. Несколько дней ожидания и нулевой результат. Пришлось двигаться дальше. Часть вещей было решено оставить в палатке и забрать их на обратном пути. В этом безлюдном месте продукты и снаряжения никто не возьмёт. Несколько дней путешественники бродили по горам, изучая окрестности. Встретить кочевников так и не удалось. Но неожиданный сюрприз поджидал путешественников на обратном пути. Новая палатка оказалась буквально разорвана пополам, а вещи разбросаны вокруг. Съездные припасы исчезли. Путешественники недоумевали, кто и зачем мог проделать всё это. В радиусе многих километров местность казалась абсолютно безлюдной. У проводника на этот счёт были свои объяснения. Всё это сделало дикое существо. Путешественники сомневались. Это мог быть леопард или медведь. Но проводник уверял, это сделал дикий человек. И такие случаи здесь не редкость. Более тщательно осмотрев палатку, путешественники пришли к выводу, на плотной синтетической ткани следов когтей или зубов нет. Палатку разорвал некто, обладающий огромной физической силой. Возможно, дикий человек. Тем более Мигё, по рассказам очевидцев, всегда рядом. И всегда неуловим. И сколько я не спрашивал об этих диких людях, своих собеседниках в разных городах. Мы были в Гьянзе, мы были в Шигадзе, мы были на север в скотоводческих районах. Все говорят, да, или там мой родственник, кто-то там видел. Но я только один раз разговаривал с человеком, который издали сам. Ну, рассмотреть, говорит, невозможно. Немножко сгорбленный, очень заросшее лицо. Все. Я говорю, а верно ли, что они могут как будто ногами там хвататься за ветки? Нет, вот такого никто не видел, чтобы они вот как обезьяны ногами хватались за ветки. Хотя по деревьям они очень здорово лазают, прыгают, это очевидцы говорили. Видео, которое отсняли Паттерсон и Гимлин, вызвало настоящую шумиху в научных кругах. Теорию о существовании дикого человека не все принимали всерьез. Но на страницах прессы моментально всплыли воспоминания очевидцев о существе, замороженном во льду и найденном несколькими годами раньше. Труп заморожен, условно мы его называем «айсмен», английским словом. И осматривали его Элеманс и Сандерсон. И показывал его некий Хансен, который представлял хозяина. Но хозяин остался инкогнито. Неизвестно, кто хозяин был этого трупа. Его показывали на ярмарках. А оно было убито огнестрельным оружием. Две раны, одна в груди, а другая в голову. И глаз у него выбит был. И сзади разнесено. Там видно было сгустки крови на затылке. Замороженное существо исчезло бесследно вместе со своим владельцем. В газетах писали, что это произошло сразу после того, как ученые Эйвельманс и Сандерсон осмотрели тело и установили, что это человек. Дикая особь или неандертайц. Вероятно, побоявшись нести ответственность за убийство, Хансен уничтожил труп, оставив ученым массу сомнений. Но теперь видео, отснятое в плав Крик, дало новую пищу для размышлений. Исследователи писали, что, возможно, на этой земле существует целая популяция неизвестных науке человекообразных. Пленку, которую Гимлин и Паттерсон передали на суд общественности, в Голливуде буквально разобрали на кадры. Спустя какое-то время киноведы вынесли свой вердикт. Искусственно снять подобное можно, однако это потребует неоправданно больших затрат. Но к заключению голливудских экспертов ученые отнеслись с иронией. Научный мир назвал съемку подделкой, даже поверхностно не изучив. Помимо самой съемки, на этом же месте Паттерсон и Гимлин обнаружили следы дикого человека. Они сделали с них слепки, считая их также весомыми доказательствами. Но к их глубокому разочарованию, в среде ученых появились люди, которые сомневались в подлинности этой съемки и слепков, и обвинили Паттерсона в грубой подделке. Многие ученые пытались убедить общество, что даже разговор о диком человеке, спокойно обитающем в районе Блавкрик, смешон. Но те, кто пытался разгадать тайну существования дикого человека, возвращались к пленке снова и снова. И этот фильм, изучение этого фильма продолжается до сих пор. И вот теперь только через 30 с лишним лет подключились американцы к исследованию этого фильма, и они повторяют наши шаги и приходят к тем же выводам, к которым мы пришли уже 30 лет назад. А мы каждый раз, когда они нам пишут о своих результатах, мы говорим, посмотрите в нашей книге, у нас это уже сказано, у нас уже об этом написано. Можете спокойно, как говорится, изучать и подтверждать то, что вы сейчас делаете. Но тогда, на рубеже 70-х годов, в Соединенных Штатах, фильм не был удостоен внимания ученых. Сторонники подлинности съемки решили продемонстрировать видео за рубежом. В 71-м году пленка с изображением дикого человека была привезена в Советский Союз. Видео, отснятое Гимлином и Паттерсеном в Америке, не случайно было решено представить на суд советских специалистов. В Советском Союзе многие ученые занимались изучением и поисками дикого человека. На территории огромной страны люди неоднократно сталкивались с этим таинственным существом. В горах на границе с Монголией живут сайоты. Коренное население этих мест. Местные жители занимаются животноводством и охотничьим промыслом. Дорог здесь очень мало, и во многие районы можно добраться только на лошадях по скалистым тропам. Именно от местных охотников, которые проводят целые месяцы в горной тайге, чаще всего можно услышать удивительные истории о загадочных существах. Этот старый охотник говорит, что несколько раз видел таинственного зверя. Один раз даже пытался его преследовать. Но он ушел от меня. Он бегает очень быстро, и в гору, и вниз. Я, когда его увидел первый раз, готовился на ночлег. Лошадь была расседлана и привязана к дереву, а я готовил ужин на костре. Думаю, запах его привлек или еды, или моей лошади. Но все это было, когда я был молодой. 50-е и 60-е годы прошлого века. Чаще всего загадочное существо встречается на местности, где природа долгие годы остается нетронутой. Цивилизация постепенно вытесняет загадки. Но на территории Центральной Азии им еще есть место. Свой путь экспедиция Олега Алиева продолжила в Абхазии. Этот маршрут был выбран не случайно. Здесь в свое время произошло событие, которое до сих пор не имеет аналогов в мировой истории. В самом конце 19 века у князя Геннаба в деревне Тхина жила пойманная в лесу дикая женщина. Звали ее Зана. Сначала из-за ее буйного нрава и огромной силы ее держали в загоне. Но с годами она стала ручной. Зану отпускали на прогулки, и она всегда возвращалась домой. В 70-х годах прошлого века Зана заинтересовала советского профессора Поршнева. Ему удалось побеседовать с людьми, которые помнили дикую женщину. С их слов был составлен ее портрет. Кожа у нее была черной, а все тело покрыто шерстью. Волосы черной гривой спускались на плечи. Проведя долгие годы среди людей, Зана так и не научилась говорить. Рослая массивного телосложения двухметрового роста, она не нуждалась в благах цивилизации. Даже зимой ходила без одежды, а попав в отапливаемое помещение, проявляла беспокойство. За свою жизнь она родила нескольких детей. Старожилы утверждали, что их отцами были мужчины из деревни, где жила Зана. Появившиеся на свет дети были не похожи на мать и выглядели, как обычные люди. Правда, младенцы гибли один за другим. Повинуясь инстинкту, Зана зимой несла новорожденных мыть в ручей. Не выдержав купания в ледяной воде, малыши умирали. Лишь последнего сына Заны удалось спасти. Люди отобрали его у матери и вырастили сами. Назвали его Хвит. Помню его очень хорошо. Высокий он был, очень здоровый. Наверное, метра два, не меньше. Кожа у него была очень темная. И вообще он отличался от всех местных жителей. На африканца был похож. Да, характер был очень вспыльчивый. Ему в драке отрубили одну руку, правую. Так представляете, он с одной левой лазил на такие высокие деревья, я с двумя на них забраться не мог. Дату рождения Хвита установить так и не удалось. Документы в Абхазии стали выдавать только в 1930 году. Руководствуясь рассказами старожилов, Олег Алиев попытался найти прямых потомков Заны и Хвита. Сын Хвита Шаликоа имел тоже темный цвет кожи. Грубые черты лица. Да, вы знаете, он всех очень поражал. У него были очень сильные челюсти. Если бы сам не видел, никогда бы не поверил. Он мог держать в зубах стул и при этом танцевать. А еще помню, он очень хорошо подражал голосам животных, домашних и диких. На охоту с ним было хорошо ходить. Местные жители утверждали, что Шаликоа погиб в горах, но внучка Заны Рая до сих пор жива. Олегу удалось встретиться с ней. Сейчас эта пожилая женщина уже на пенсии. Ее рост около 180 сантиметров. Крепкого телосложения. Подвижная. На здоровье не жалуется. Ну, отец мой высокий был, здоровый был, да, очень сильный. Я помню, в общем, при мне у него одна рука не была. Самый главный сильный был. Один 8 человек, 10 человек перебороться у него никогда, в общем, не давал задний ход и всегда, в общем, он побеждал. Вместе с известным российским ученым гоминологом Бурцевым исследователи попытались найти могилу Заны. Это оказалось нелегко. Ведь непосредственных свидетелей тех дней уже давно нет в живых. Для профессора Бурцева это была уже пятая попытка отыскать захоронение дикой женщины. Он хорошо знает эти места и потому взялся руководить раскопками. В свое время Бурцеву удалось найти могилу Хвита, и его череп исследовали антропологи. Я продолжил раскопки, которые начал Борис Федорович Поршнев. Там он в 64-65 году проводил, а я в 71-75 годах проводил и участвовал в этих раскопках. Руководствуясь указаниями профессора Бурцева, исследователи начали раскопки в заброшенной части родового кладбища. Первая же попытка принесла результаты. На глубине не более метра удалось обнаружить череп. Очевидцы рассказывали, что могила Заны была неглубокой. Когда ее копали, натолкнулись на твердую породу. И в этой могиле на дне был твердый известняк. Казалось, что сомнений не остается. Но радость была преждевременной. По словам очевидцев, во время похорон Заны около головы ее положили керамическую миску. Но в этой могиле ничего подобного не было. Кем же была Зана? Это остается одной из самых больших загадок 20 века. Таджикистан, 1925 год. Красная армия преследовала банду басмачей в горах Таджикистана. Подробных карт местности не было и приходилось ориентироваться, исходя из советов местных жителей. В поисках дороги отряд наткнулся на странные следы босых ног. Они цепочкой уходили далеко вперед. Но собака след не взяла. Через несколько часов удалось обнаружить пещеру, где прятались басмачи. Увидев солдат, они предпочли сдаться. Но неожиданно в глубине пещеры раздались выстрелы. Вот только стреляли не в солдат, а вглубь уходящего внутрь горы лабиринта. От перестрелки порода обрушилась, полностью завалив вход в пещеру. В живых остался только один из бандитов. Он смог выбраться наружу и был арестован. Он рассказал, что его приятели начали стрелять от страха, когда на шум из глубины пещеры вышли странные, заросшие шерстью существа. Позже этот случай описал в своей книге генерал Топильский. Вот воспоминания генерала-майора Топильского. Он описывает ниже следующее событие. Мы раскопали неизвестное существо. 170 сантиметров роста. Казалось, что этот труп большой обезьяны. Но в то же время он был очень похож на человека. Убитый лежал с открытыми глазами и аскальными зубами. Зубы были очень крупные. Он обладал мощной, развитой мускулатурой. Труп мы закопали там же. Взять его с собой не было никакой возможности. Я точно знал, что в этом регионе обезьяны не водятся. Дагестан, 1941 год. Подполковник медицинской службы Карапетян вместе с батальоном, в котором служил, был направлен в горный район Дагестана. В ту холодную зимнюю ночь его попросили осмотреть пойманного в горах человека. Требовалось установить, что это за существо. Странный незнакомец может оказаться диверсантом. Врачу предложили пройти в сарай. Карапетян был удивлен, что осматривать человека ему предлагают в холодном сарае. Но оказалось, что пойманный в горах человек плохо переносит тепло. Он и сейчас стоит у меня перед глазами. Мужского пола, голый, босой. Все формы его были человеческие. Его тело было покрыто волосами. Он стоял совершенно прямо, рост выше 180. Очень крупный, широкоплечий, мускулистый. Его взгляд был, как у животного. Он смотрел в одну точку. Как выяснилось, пока он был в плену, он не принимал никакой пищи, ничего не просил и не говорил. Я тогда дал устное заключение, что это не лазутчик, а какой-то дикий человек. После осмотра Карапетян вернулся в часть и больше ничего не слышал о судьбе этого существа. Скорее всего, по законам военного времени его как шпиона расстреляли. В течение 20 лет подполковнику Карапетяну не давала покоя мысль, кого же он видел тогда в сарае. Видеопленку с изображением неизвестного существа из Блавкрик привез в Москву канадский ученый Рене Дахингтон. В столице это видео с нетерпением ожидали. Его анализом немедленно занялись специалисты. Сотни раз просматривали каждый кадр. Приходилось тщательно сопоставлять мельчайшие подробности с передвижением камеры в пространстве. Учитывалась каждая щепка, попавшая в поле зрения объектива. Очень скоро специалисты определили. Камера снимала в режиме 16 кадров в секунду. Исходя из этого, определили скорость движения существа и размах шага. Но особый интерес ученых вызвала пластика и походка странной особи. А у этого существа в фильме на ноге пальцы отгибаются кверху очень сильно. И когда оно идет, пятка уже прошла вперед за носок, а пальцы еще на земле и вот здесь согнуты, понимаете? Вот эти подушечка и подошва образуют острый угол. Человек так не может согнуть свою стопу, чтобы у него пятка ушла вперед, а пальцы оставались на земле и еще лежат. Как оказалось, независимо от советских ученых, к таким же выводам пришел и английский антрополог Дан Грифф. В своем заключении он написал, что существо, несомненно, не может быть человеком, переодетым в костюм гуманоида. Сымитировать такую походку человек не может физически, ни при каких обстоятельствах. Вот этот голеностопный сустав у существа очень подвижный. Он более подвижен, чем у человека, потому что вот этот угол очень, ну, острый. То есть вот, вот эта вот, как сказать, кость берцовая, она относительно, относительно стопы отклоняется, как бы, назад очень сильно. У человека она так не может отклониться. В отличие от своих американских коллег, советские ученые объявили фильм подлинным, а снятое на пленке существо диким человеком, видом, неизвестным антропологией. Миллионы туристов приезжают в Китай, чтобы увидеть одно из чудес света – Великую Китайскую стену. Ученые до сих пор спорят о времени ее возведения. Например, путешественник 16 века Марко Поло нигде не пишет о ней. То, что видят туристы сегодня, возведено сравнительно недавно. Восстановили стену по распоряжению Мао Цзэдуна. К тому времени от древнего сооружения оставались лишь полуразрушенные части. Даже определить, где проходила стена, было практически невозможно. Только специальная аэрофотосъемка помогла выявить, где пролегало это чудо света. Сегодня Великая Китайская стена это внушительное сооружение высотой около 7 метров. Но историки до сих пор не дают точного ответа на вопрос о ее первоначальном предназначении. Впрочем, по одной из версий, стену возвели в свое время для защиты от диких кочевников Сибири и Монголии. У подобного утверждения масса противников. Современные ученые невысоко оценивают военно-технический потенциал Великой Китайской стены. В принципе, кочевники быстро могли подавить любое сопротивление гарнизона на стене. Тем более, что помощь на расстоянии 5000 километров быстро подойти не могла. Кстати, внук Чингисхана Хубилай, покоривший Китай и основавший Юаньскую династию, нигде не упоминает Китайскую стену, тем более, что сохранились подробные исторические хроники описания его походов. А некоторые из ученых пошли еще дальше, заявив, что идея создания Великой Китайской стены была предложена в свое время как способ защиты страны от набегов диких людей. Эти примитивные существа не знали лестниц. Семиметровая преграда для них была действительно непреодолима. Кстати, в китайских летописях, хранящихся в архивах Санкт-Петербурга, неоднократно упоминаются так называемые дикие люди. Но именно за Китайской стеной и начинается пустыня Гоби. Среди монголов ходит много историй о странных существах, которых встречали в пустыне Гоби. Старинные предания утверждают, что это дикие люди. В древности они часто нападали на подданных империи. Воевать с дикими людьми было невозможно. Они обладали недюжинной силой, а после набега без труда исчезали в огромной пустыне. Построив стену, китайцы оградили себя от этого проклятия. Свой путь по Монголии экспедиция Олега Алиева продолжила в сопровождении местных кочевников. Узнав о цели экспедиции, монголы рассказали о диком человеке то, что знали сами. Его называют здесь Хунгаресу или Алмааз. Современные кочевники уверены, что выследить его маловероятно. Встречи с ним редки, однако в древности этих существ описывали многие путешественники. Монах Джованни Дель Плана Карпини, ездивший по поручению папы Иннокентия IV к монголам в XIII веке, писал в своей истории монголов. К югу от города Ханылла лежит большая пустыня, в которой живут дикие люди. Они совсем не обладают никакой речью. И вот еще один пример. В 1427 году некий Шильдбергер, пробовавший 30 лет в плену монголов, пишет, что в пустыне Гоби живут дикие люди. Тело у них, за исключением рук и лица, покрыто волосами. Далее пишет, что Хану Едигею подарили двух диких людей, мужчину и женщину, а также трех диких лошадей величиной сосла, которых там было тоже много. В существовании дикой лошади научный мир отказывался верить, пока ее не открыл великий российский путешественник Пржевальский. О странных существах, передвигающихся на двух ногах и покрытых шерстью, упоминает в своей книге итальянец Марко Поло. Повествование дополняет иллюстрация. На ней изображено существо, которое в книге называется диким человеком. Его описание в точности совпадает с описанием загадочного существа в работах Пржевальского. И вот в книге Монголия и страны тангутов он пишет. В Ганьсу мы слушали от монголов о каком-то необыкновенном звере, которого называют Хун Гарысу. Человек-зверь. Они уверяли нас, что это животное имеет плоское, совершенно человеческое лицо и ходит большей частью на двух ногах. Тело у него покрыто густой черной шерстью. Сила зверя страшная. На него не только не решаются нападать охотники, но даже жители укачевывают из этих мест, где появляется Хун Гарысу. В своей книге Пржевальский описывает странный случай, когда во время охоты неожиданно пропал один из его казаков. Мужчина появился только через пять дней голодный и испуганный. На все вопросы отвечал одно. Все пять дней он прятался от увиденных им диких людей. Все это заставляло группу Алиева двигаться дальше в поисках самого загадочного обитателя нашей планеты. Во время стоянок в одном из селений пожилая женщина, которая занималась обработкой шерсти, рассказала Олегу Алиеву случай из своей жизни. Когда я была маленькая, меня пыталась похитить дикая женщина, но я очень сильно кричала, прибежали люди, и она бросила меня и убежала. Это было приблизительно 60 лет назад. Чтобы добраться до цели, экспедиции Олега Алиева пришлось пересечь едва ли не всю пустыню Гоби. Однажды, исследуя район очередной стоянки, путешественники обнаружили пещеры. Даже при беглом осмотре было ясно, что они необитаемы. Но местные жители уверяли, что еще в 30-е годы 20-го века здесь жили так называемые алмаасы. Целая семья. Что это были за существа, никто объяснить не смог. При более тщательном осмотре одной из пещер Олег обнаружил древние кости. Среди них череп какого-то человекоподобного существа. Позже уже в Москве находку показали известному врачу-донтисту. Ведь зубы могут рассказать специалисту, чем питалось животное, его возраст и многое другое. Череп, привезенный из Монголии, больше напоминает человекообразное существо, так как очень много особенностей, схожих с особенностями челюстно-лицевыми именно человека. Но в то же время это, конечно, никакого отношения к человеку не имеет, так как размеры формы зубов, анатомические особенности близки к особенностям обезьяны. И возраст средний, ну, то, что за 20 лет не моложе, и то, что размеров таких зубов у человека в природе не существует. Специально интересовался в практике зарубежный аналогов именно размеров таких клыков у человека никогда не было замечено. Хочется отметить, что под такие зубы мое мнение попасть не дай бог никому. В один из монастырей Улан-Батора группа Алиева пришла не случайно. В монастырской библиотеке сохранились редчайшие старинные издания. В них упоминания о диком человеке. Вот в этой книге о происхождении лекарств, выпущенной в 18-м столетии в Пекине помещены изображения животных. Рядом с медведями и обезьянами здесь нарисован дикий человек. Хранители библиотеки рассказали, что в Улан-Баторе хранится еще одна подобная книга, но изданная на сто лет позднее. Тибетский текст гласит, это существо из рода медведей, похожее на человека, его мясо помогает против злых духов. Можно ли предположить, что существо на картинке действительно разновидность древнего человека? Мог ли этот вид сохраниться до наших дней? Если это так, то выжить древнее существо могло только там, где есть нетронутая цивилизация и дикая природа. Группа Олега Алиева решила отправиться в Амазонию. Именно там сохранились девственно густые леса. Возможно, в них удастся обнаружить дикого человека. Бразилия. До поселения индейцев Майоруна экспедиция Олега Алиева добиралась по реке. Двигались целую неделю, прежде чем обитатели здешних мест обнаружили себя. По словам проводника, сопровождавшего исследователей, Майоруна очень подозрительны и могут проявить агрессивность к незваным гостям. Чтобы наладить контакт с туземцами, путешественники преподнесли им подарки – мачете из прочной стали. Лишь после этого индейцы разрешили гостям разбить лагерь рядом с поселком, а проводник остался сторожить лодку и снаряжение. Олегу он посоветовал все время держать при себе ружье, уверяя, что оно пригодится не столько для охоты, сколько для защиты от диких людей. В дебрях Амазонии сказал проводник, осталось еще много неизведанного и таинственного. Еще испанские конкистадоры называли сельвы преисподней дьявола. Неподготовленные к этим условиям, буквально здесь, в этих болотах, они гибли тысячами. Может быть, где-то здесь, избежавший катаклизмов нашей планеты, и сохранился дикий человек. Ведь он здесь защищен стеной, непроходимой стеной тропического леса. Зная нравы туземцев, Олег Алиев не спешил спрашивать их о диком человеке. Местные жители мнительный народ, и узнав о цели визита, могут отказать в своей помощи. Майоруна уверены, что дикий человек обитает поблизости, и называют его могущественным лесным духом. В течение нескольких дней исследователи старались не проявлять любопытства и предусмотрительно не заговаривали с индейцами о диких людях. Майоруна знакомили путешественников со своими обычаями, рассказывали легенды и даже показывали, как изготавливают глиняную посуду. Вскоре удобный случай для разговора представился. Началось все с охоты. Индейцы к ней готовятся очень серьезно. Естественно, что оружие местные туземцы изготавливают сами. Видя, что Олегу интересно все, что делает племя, один из индейцев предложил ему охотиться вместе. В этих экзотических условиях исследователь отказался использовать ружье, чтобы звуками выстрелов не тревожить обитателей лесной чащи. В тот день индейцы вернулись с охоты с богатой добычей и были расположены для дружеской беседы. Олег осторожно приступил к расспросам и оказалось, что не зря он надеялся на рассказы индейцев Майоруна. Оказалось, что в дебрях леса им часто встречаются необычные существа. Вместе со своим младшим сыном я преследовал оцелота. Он все время уходил от нас, скрываясь в непроходимых зарослях. Второй день мы шли по его следу. Мне очень хотелось получить его шкуру, она была такая красивая. Я хотел подарить ее одной из своих жен, самой молодой. Вдруг кто-то закричал. какое-то животное. Мы очень испугались. Внезапно недалеко от меня из чащи вышло животное. Такого я еще не видел. Оно стояло на двух ногах и смотрело злым взглядом на нас. Все тело его покрывало темная шерсть. Я выстрелил в него из лука и попал в шею. Он заревел, схватился за раненое место и мгновенно исчез. Индейцы часто обрабатывают наконечники ядами, и поэтому выжить после ранения невозможно. Значит, можно найти останки загадочного существа. На следующий день Олегу удалось уговорить индейца отвезти его туда, где произошла странная встреча. Но едва Олег и его проводник добрались до места, индейец отправился обратно. Было видно, что он напуган. Олег приступил к поискам. Почти три дня вместе с помощницей он буквально прочесывал лес. И все без толку. Интересную находку удалось обнаружить лишь когда надежды почти не осталось. Устав от поисков, исследователи уже возвращались на стоянку. Олег увидел, что из-под земли выступает необычный предмет. На раскопки ушло немного времени. Через полчаса в руках у Алиева оказался череп неизвестного существа. Вернувшись в лагерь, Олег показал находку индейцам. К удивлению путешественников, туземцы сильно испугались. Поведение соплеменников объяснил проводник. Они боятся духа леса, кости которого мы потревожили. Добиться подробного рассказа о страшном духе путешественникам так и не удалось. Но и из того, что рассказали индейцы о таинственном существе, можно составить визуальный портрет. Больше двух метров фростом. Невероятно силен и покрыт густой бурой шерстью. Он передвигается на двух ногах и постоянно находится где-то поблизости. Видео, привезенное из Америки в 71-м году, в Москве подверглось самому тщательному анализу. Специалисты изучали мельчайшие подробности, чтобы исключить неточность. Любые сомнения становились поводом просматривать пленку снова и изучать ее с помощью новейшей техники, привлекать к исследованиям новых экспертов и ученых. Наконец, фильм и слепки следов существа, привезенные из-за океана, были переданы криминалистам на Петровку-38. И они сличали вот эти следы и фильм, и они пришли к выводу об идентичности, да, действительно, эти следы принадлежат вот этому существу, которое в фильме снято. Мало того, эти следы очень реальные, реалистичные, они тоже со своей стороны, у них и тросологи есть такие, которые изучают следы, вот, они тоже сказали, что это реальное существо. Позже скульптор Никита Лавинский попытался воссоздать портрет дикого существа, используя кадры видеоматериала. В его студии делали даже скульптурный портрет этого существа. И Лавинский сам лично заявил так, что раньше он считал, что это человек, это совершенство, непревзойденное. Но когда он увидел этот фильм, он сказал так, что вот это действительно совершенное, это более совершенное существо, чем человек, в смысле анатомического строения, походки, там и так далее. Очень интересно, очень плавно, очень красивая походка, очень рациональная. Но несмотря на выводы, сделанные советскими учеными, в Америке пленку объявили фальсификацией. Желающих докопаться до сути вопроса не нашлось. Мнения экспертов никого не заинтересовали. Роджер Паттерсон умер через несколько лет, а загадка, созданная его пленкой, до сих пор живет. Но, вы знаете, вот есть такие, такое известное изречение, что каждое исследование проходит три стадии. На первой стадии говорят, «Этого не может быть», еще шутливо добавляет кое-кто, «Потому что этого не может быть никогда». На второй стадии говорят, «В этом что-то есть». А на третьей стадии говорят, «Ну, кто же этого не знает?». Вот я думаю, что сейчас как раз вторая стадия, когда уже начинают говорить, «А что, в этом что-то есть», да, в этом снежном человеке и в этой проблеме. Олег Алиев надеется на существование дикого человека. Именно поэтому, после нескольких лет поисков, неувенчавшихся неоспоримым успехом, он все же решил опять все начать сначала. И вновь отправился на Суматру. Олег уверен, если встреча с дикими людьми и возможно, то только здесь. Начались долгие месяцы очередных поисков. Месяцы складывались в годы. Раз в неделю в радиусе нескольких километров на деревьях и в пещерах Олег устанавливал камеры ловушки. Чтобы помещать их на необходимую высоту, он пользовался альпинистским снаряжением. Но раз за разом на пленках не удавалось обнаружить ничего интересного. Заканчивался третий год жизни Олега на Суматре. Временами подступало отчаяние. Но однажды отсматривая отснятый материал Олег понял он победил. В руках у него была сенсация. Сегодня эти кадры транслируются впервые. Эта пленка стала еще одной загадкой века но века уже нынешнего 21-го. Теперь слово за учеными которые будут изучать видеоматериалы. Пока объяснения увиденному нет. Кто это? Неизвестный вид обезьяны? Гибрид человека и животного или дикий человек? ДИКИЙ ЧЕЛОВЕК Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok